А перед Новым Годом мы решили обновить магазин, теперь он работает еще лучше и удобнее. А также мы запустили просто нереальную распродажу и теперь все самые крутые новинки ты можешь купить реально за копейки. Заходи и покупай, ссылочка в описании. Всем привет, ребят, с вами механик Алекс. Всем привет, народ. Сегодня мы поиграем в Spintires MudRunner и проведем сегодня полноценный тест настоящих российских внедорожников. Да. Что ты взял? Кстати, ты мой прицеп хотя бы видишь? Да. Народ, не забывайте, что есть ссылочка в описании под роликом, у нас проходит конкурс на каналах на 100 игр к Новому Году, поэтому принимайте участие. Но проще найти этот конкурс, если вы просто зайдете на главную страницу наших каналов, там она прям на главной закреплена, так что всем удачи, 100 игр мы будем разыгрывать. Да, кстати, что ты думаешь по поводу вот этого обновления с камерой? Конечно, камера хоть и была говном, но сейчас, по-моему, она стала еще больше говно, чем было говно. А ты, ты видишь, что убрали? А, теперь на правую кнопку мыши, ну вот это удобно, кстати. А что на правую? Кабина на правую кнопку мыши теперь. Какая кабина? Ну, из кабины сидеть. Ой, а как назад-то вернуть? А назад-то, просто когда крутишь это, то нет. Они инверсию какую-то включили, принудительную. Слушай, там нет дороги, наверное, нам сюда. Блин, ну я не знаю, но мне очень неудобна такая камера. Ну, может, непривычно просто, нифигасе. Ребят, представьте, что я играю с рулем. Ну, честно, другую превьюху не сделаешь нормально с такой камерой. Так с той было сложно сделать, а с этой, мне кажется, вообще ты так напаришься делать превьюхи. И постоянно вот эту камеру туда-сюда крутить, ну это очень геморройно. По поводу руля, кстати, невозможно, невозможно играть с рулем, ребят, представляете? То есть, они просто, я не знаю, что они сделали, но когда у тебя подключен руль и клавиатура, ты просто не можешь ничего делать. Вообще ничего не делать не можешь. То есть, руль определяется. Да, мышка не работает, ничего не работает. Короче, пришлось вот так вот мне играть. Ну, как бы с рулем, но без руля. У меня прицепы по колее боком валят. Ты прицеп брал, нет? Нет. Я решил насладиться прекрасным броневиком Газ Тигр у нас, собственно говоря, сегодня. На тесте. 7 тонн веса, по-моему, живого. Да, карта у нас как там называется, типа... Ну, карта тест на бездорожье. По-моему, я твой прицеп завалил. Ты? Да? Ну, мне кажется, я, потому что я подъехал близко, и он просто отвалился. Вообще-то он просто исчез. Он вот здесь сбоку стоит. Не-не-не, я имею в виду, что он просто сам по себе отвалился как-то. А, то есть, это не я все-таки сделал? Да, по-моему, ты дальше был чем... Ну, возможно. А тебе не смущает, что, по-моему, физику машин даже как-то переработали? Вот попробуй тронуться назад-вперед на машине. Она так трогается, как будто это картинг какой-то. У которого нет ни подвески, которые не весят вообще ничего. Подожди, 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 подожди в мою сторону. Мне надо лебедкой вытянуться, потому что я, во-первых, в невидимую стену. А давай я тебя бомбану в бочину чуть. Не-не-не. Да я смогу. А, не, не смогу, прикинь. Там прицеп залагал. Ой. Блин, ну, не, ребят, камера, короче, неудобная. Я сломался. В смысле? Полностью. Из-за прицепа. Да иди ты в сраку, говно. Он там застрял как-то, походу, в текстурах, потому что только что искры летели со всех сторон. Жесть. Короче, у меня... Да, у меня в колесе просто застряла трава. Именно в самой покрышке. Ну, что сказать, бывает. Слушай, какая-то карта такая сумеречная, да? Как сумеречная зона. Ну, красивых прививок тут не сделаешь, короче. Ты об этом, да? Да. Такая темненькая слишком. Ух ты, ну, глубоченько так-то тут было. Камера такая, блин. Ну, она не очень, так скажем. Ты сказал, что как в КРМП, но в КРМП она намного удобнее. Да. Она как бы чуть сверху. Какая-то... Ты успеваешь следить за всеми обновлениями, потому что игр много, как бы на канале видео много снимаешь. И глаза, так скажем, замыливаются, взгляд замыливается. Не видишь каких-то мелочей, уже не замечаешь. Угу. У меня тут пару дней выходило аж по 4 видео, представляешь? Ни хрена себе. Да. Старался для подписчиков. И что, вы одобряете это? Я не знаю. Благодарность. День благодарения. Что-то смотрят, что-то нет. Ну, я знаю, что я понял, что реально YouTube сейчас очень жестко лагает, потому что специально проверял, спрашивал у знакомых и в среднем примерно где-то на 6 роликов приходит одно уведомление. Ну, знаешь, в принципе, неудивительно. Да, то есть, с учетом всей аудитории, то есть, грубо говоря, одной из шестой только приходят уведомления и все. Да, напишите в комментах, вам приходят уведомления на все видео или нет. То, что мне было даже такое, там чувак пишет просто на днях, типа, а, Алекс, когда будут дальнобойщики? Типа, их давно не было. Я думаю, блин, выходили уже неделю назад, он пишет, что там последний раз они были то ли в январе, то ли там. Ух ты, блин, жестко. Меня аж носит здесь. Да, жестко несет вбок, но тачка все равно держится. Мне что-то непонятно, вот она реально как картинг движется, ну, то есть, в каких-то местах, в каких-то... Как накатанная такая, да, вот жесткая, слишком себя хорошо ведет, да? Даже не то, что слишком хорошо идет, она вот как-то игрушечная какая-то. Помнишь, вот, как только... Нет, это понятно, но где реалистичная физика? Когда мы гоняли на грузовиках в самом начале, когда мы только ее проходили, когда она вышла, физика была реально реалистичная. А сейчас что это вообще? Что происходит? Потому что мод... У меня вылезло полэкрана, полэкрана обрезалось как-то. Сейчас я... Сейчас, ребят, верну все, но постараюсь, по крайней мере. Ну, просто это спинтайрос, как бы. А где ты, я потерялся? Да я по дороге поехал, вот я. А, все, вижу. Блин, ну вот, камера настолько непонятна для меня. Может, я просто старый и не смешной, я не знаю, но... Но камера не очень. Сюда, наверное. Наверное, направо, да. А может, вон туда налево, смотрим, где песочек? Туда наверх можно? Или вообще налево, обратно? Ну, туда, нет, вон просто где песочек налево. А, тут дорога? Я не видел просто, что здесь дорога. Ага. О, здесь лужа. Блока всегда... И солнце есть, ничего себе. Ну, тут такое солнце, одно название. Опять буду просить у тебя превьюхи. Ребят, те ролики, которые не заходят, это Алекс мне рисует превьюхи. Ну, иногда просто прошу у него. Он успевает делать превьюхи во время записи, а я иногда слишком увлечен записью и не успеваю сделать превьюхи какие-то. Ты просто лень. Нет, я просто не такой шустрый, как ты. Мне нужно больше времени. Блин, эта коробка снова переключается. Четыре раза остановился на горочку. А у меня на пятый заехал на горку. Переключился с первой сейчас на вторую, опять на первую, опять на вторую. Да, реально. Ну, гоняй на ручной коробке, как говорится, мне не нравится. Почему они могут сделать нормальный автомат? И вот, если сам автомат, он-то шарит, когда машина в нагрузку прет, да, куда-то на горку. А здесь, почему они могут сделать такой автомат, который будет понимать, что я пру на горку и передачу нужно держать, а не переключаться, потому что обороты выросли. То есть, я думаю, что потому, что здесь нет никакого спидометра. Автомат регулирует, ну, он наш чё, алиагерд, на нагрузку и на скорость. А здесь нету никакой скорости, и поэтому, ну, я так понимаю, что вообще не заложено в игру вот этот вот параметр, как скорость. То есть, чтобы ограничить обороты, чтобы они там просто держались, например, там не в поле там. Да, грубо говоря, если скорость там, ну, грубо говоря, 5 км в час и обороты там, я не знаю, какой здесь двигатель, 5000 оборотов, то не надо переключать. А если у тебя скорость 40 и обороты 5000, тогда надо переключать. Слушай, а почему, когда я начинаю вперёд ехать, так вперёд нажал, отпустил газ, он назад отъехал? Не знаю, да. У меня вроде нет такого. Выехал? А ты не тонул здесь? Нет. А ты? Да ну нет вроде. Я думал, что здесь глубже просто, когда ты уходил в воду сверху, казалось как будто очень глубоко. Но это ж тигр, понимаешь? А, он может плавать или нет? Я не знаю, он у него 7 тонн есть. А, газ тигр, как думаешь, на газу ездит или? Ну, по-моему, там дизельный мотор. Но он с газом, он должен на газу есть. Я видел сейчас новые УАЗы, прям с завода начали делать некоторые. Блин, подожди. Ого, вот это колеище там. Ну-ка, слушай, я тоже хочу. Ох ты, ни хрена смотри. У меня аж урон пошёл. Слушай, жесть, посмотри-ка колеище. Я просто решил тоже попробовать, что это такое. Вот это я провалился. Слушай, а тут ещё дальше жопее кажется. А, слушай, так вот чем мы не тонем. Смотри, там шноркель справа у нас. Я только заметил. Миколыч, я застрял. Блин, он как-то так по идиотски выезжает. И вот, короче, раз, завалился на бочину, прямо не едет. Руль-поврач, он раз, резко выравнивается, становится ровно и может ехать дальше. Ну, тут непонятно, косяк то ли в самом газе, то ли, ну, именно в этой молье, то ли в карте, то ли в игре. Слушай, а куда дорога ведет? Туда, да? Наверх ведет. Только непонятно, куда наверх. Кстати, ни одной разведки. А, мы половину разведок открыли, нифигасе. А я не открывал ни одной. Через болото, оказывается, там рядом была какая-то дорога. Но зачем нам срезать, потому что так неинтересно будет, да? Да ё-моё, блин, ну, невозможно выставить нормально карту. Слушай, тут бред какой-то, посмотри. Да, камера. Вот здесь есть? Сейчас поворачивай. Просто тут на пустом месте тут вода. Я тебя не видел, я не понял, куда ехать. А я тоже сначала не понял, а проехал сначала, а потом вернулся. Вот ты сейчас увидишь здесь место такое, ты офигеешь. А, в натуре. Блин, да я с камерой тут офигеваю больше. Я именно провалился там, в воду эту. Лол. Так. Что мы едем? Да, едем средь выгоревшего какого-то леса. Здесь начинается. Самое интересное, что смотри куча камышей, причем они даже на горке на этой там растут. А что они там делают вообще? Если вода в воду растут. Блин, аккуратно. Это с собой было, да, где-то в спинтрессе? Здесь даже камыши есть. Или, помнишь, где-то была эта хрень? Нет, не помню. Так. Блин, ну, конечно, газик прикольный с одной стороны. Но карта, в принципе, не сложная. Поэтому мы не можем его сказать на 100%. Мы не можем его засорить. Ух ты! Подождешь меня? А что ты направо? А там вон разведочка близко. А мне кажется, мы здесь ни разу не проезжали только что. А слева там, по идее, участок был. Да, ну, я что, дорогу срезал, про что? Слушай, подожди. Михалыч. А. Ну, ты это, если что, этот, я назад вернусь, просто я уже выехал по карте, посмотри, где я нахожусь. Я назад вернусь, потому что мне интересно по дороге проехать. По нашей. Так подожди, а это и есть дорога. Да я понял, но я хочу-то полностью по дороге проехать, а не срезать вот полкарты. А, ты срезал, я понял. Я просто этот, открывал. Ну, давай я тебя подожду. А я не понял, я сначала подумал, что я выехал там же, где мы с тобой заезжали только что. Оказалось, нет. Ну, здесь, как тебе сказать, в принципе, не сложно. Я даже на ручнике вот сейчас забираюсь в гору. Ну, вот почему решили попробовать карту. Она называлась то ли бездорожье, то ли как-то так. И мы думаем, ну, для газ-тигра как раз должно быть, наверное. Да, решили провести, так сказать, полный тест-драйв. Я убился там чуть-чуть. А я встрял в землю, не могу и выехать. А назад, назад сдай. Сдал, но он просто так встрял, что у него же задние колеса чуть ли не начали подниматься. А, то есть у тебя не у вас встал, а газ, да? Да. Причем, это по идее лёг называется, да? Потому что он там встал не на заднее, а на переднее. Не, ну, он просто в другую сторону встал. У меня просто газ. У меня газы. Зато есть чем заправить. Газ твой. Блин. Ну, прикольная машина, ничего не могу сказать. Довольно интересная. Ну, знаешь, мне кажется, если бы камера была нормальная, мы бы более качественно проверили. Согласен. Даже если бы камера была та старая, дебильная, и то было бы лучше. Да, он реально стал бы лучше от этого. И наше видео было бы в разы лучше, и мы бы наконец-то набрали много подписчиков и просмотров. Да, там может на 5 подписчиков быть. Блин. Куда я ходил? Дичь. Сюда. Будить. Тут одна дорога. Как бы, ну. Ну, карта, в принципе, простенькая. Ну, для этой машины, да. Я думаю, что, возможно, для какого-то другого внедорожника. Для грузовика точно было бы очень сложно. Именно за счет перепадов вот таких вот, а. Блин, ну, крайне. Тигры как раз по светам идеально проходят. Да, слушай, вот здесь такая местность, такая красивая. То есть, у тебя есть время на превьюху? Ну, я не успел сделать. Потому что я сказал, спалился. Ну, ладно, сделал, я сделал. Где-то сделал. Красивое место, да? Шикарное. Реально красивое. Народ в каких местах лучше делать превьюхи? Блин, лучше в клубе рядом с какой-нибудь телочкой, я думаю. О-о. Эй. А, еще понял. Песок. Слушай, я никогда песка не видел в спинтайросе. Самое веселое, то, что если здесь срезать, я думаю, тут можно сейчас доехать до конца и просто на время добраться до гаража. Думаешь, реально получится? Я думаю, да. Все срезать. Можно, да? Мне кажется, да. Давай ради интереса. Ну, можно попробовать. Правда, с такой камерой я не знаю, у кого получится лучше, потому что мы-то, в принципе, едем одинаково, но камерой пользуемся новой совершенно по-разному. Камерой пользуемся одинаково плохо. Да, новый. Да. Да, она сейчас, она сейчас именно, или наоборот, наоборот. Раньше ты ее просто привязал, а сейчас она привязана, получается, к машине, типа слежения такое у нее получается. Слушай, вот здесь тяжело подняться, но... Нифига себе, она выползла слегка здесь. Даже не буксанул, ты дальше проедь, выполз ты. Ничего, что меня не ждешь. Ну, я просто от тебя понабрался этого. Засранец. Я жду, как ты обидишься. А, так всегда направо, наверх. Я думаю, ты в лес уехал. Нет. Давай. Слушай, за сколько можно продать картину начинающего художника? Нет, я тут просто попробовал рисовать, и это, ну, это прикольная фигня. А ты разыграешь ее среди подписчиков. Мне кажется, у меня неплохо получилось. Там хоть не квадраты? Нет, если я покажу, то никто не захочет. Слушай, вот здесь что-то жесткое, дядь. В смысле, как? Что тут делать, надо не понимать. О, водичка. Подожди, чтобы ты понял, вот дорога куда идет. Попробуем, может, у тебя получится. Сейчас, погоди. Я отъеду, я отъеду даже. Да ты попробуй сначала проехать сюда. Так, или это все, это финиш, что ли? А, что за... А, нет. Мы должны ехать, вот, мы должны ехать здесь, по этой дороге, наверх, понимаешь? Да? Как? Я что-то не догоняю, как? На чем мы должны? Ну вот, это по карте дорога, понимаешь? Вон на точку надо ехать, налево. Ну, мы здесь не заедем нигде. Я так понимаю. Кстати, ночь наступила. Да. А раз наступила ночь... Ой, смотри, тут болото какое-то. Ну, такое себе, на самом деле. Да ни хрена себе, я тут по окна. В смысле? Михалыч. А. Утоп, что ли? Сейчас я приеду за тобой. У меня... Я сел больше, чем по колес. Ой. Сейчас я, может, дотянусь до этого, до дерева. Вот, до дерева можно дотянуться. Очень сильно сел. А ты там проскочил, да? Я ничего не заметил даже. А, так смотри, там... В смысле? Че? Я тебе говорю, по камням надо было ехать, видишь? Может, там тоннель должен был быть какой-то? Типа, что-то пошло не так, ты думаешь? Да. Ну, может быть, конечно, но... Скорее всего, просто у нас... Наш машин не совсем подходит для данной трассы, так скажем. Именно вот для этого этапа. Ой. Так, я вроде бы выполз. Блюдство какое! Это было жестко, я тебе скажу. Знаешь, я, наверное, не приму твой вызов, потому что... Ну, блин. Это бред какой-то. Будет весело. В смысле весело? Я ничего не понимаю, не вижу нифига. И камера эта говяная. Ну так нормально. Я просто очканул. Очкодал. Так. Ну чё? Чё? А это луна светит или чё? Или светильник такой яркий? Светильник. На доме. Я просто не понимаю. Мне в морду светит прям жесткий свет такой. Так. И куда нам надо ехать-то, я не понял. Туда, в гараж, типа? Да. Рисовать себе маршрут и ехать в гараж. Ну, напрямую едем? Ну, прокладываем маршрут. Давай прям напрямую. Вот просто прямую линию проложи. Там вот тонь. Да насрать, проложи прямую линию, я думаю, мы проедем. Давай. И вот это будет реально весело. Чисто вообще насрать на дороге, просто фигачим. Согласен? Так, сейчас пиджа как убрать. Окей. Гаражу напрямую? Да, давай. Только на качество, а не на... На качество, на скорость, а не просто, чтобы убиться побыстрее. А, ну, чтобы доехать, пытаемся доехать. Ну, да. Я об этом. Я все равно запомнил, куда я себе деда прокладывал маршрут. Да ну, блин, какая разница, запомнил-то или нет, если мы едем, типа... Типа. Если мы типа едем. Так. Лишь бы лес был не норм... Блин, факт, тут лес говеный. Ну, типа нормальный наоборот. А, я думал, лишь бы лес был ненормальный. Ну, если бы лес был ненормальный, я бы нормально проехал. А так я не могу ломать... А, не, могу. Лол. Давай, газик. Родименькой. Роди меня. Пошли. Газик, не надо рожать меня. Ух ты, какой тут склон. Альпийский просто. Снег. Я где-то еду, мне кажется, мы вот еще не ездили, но по-моему, мы по всем дорогам проехали. Я думаю, что по всем практически. Ну, может быть, по каким-то не проехали. Альпийский хрустящий склон. Морозная свежесть. Что-то лес здесь, и лес, и камыши, и все подряд. Куда ехать? У меня есть некое преимущество, знаешь, какое? У меня преимущество есть. Я уже приехал. А я вижу тебя. А, слушай, так я мог быстрее тебя проехать. Ну, я все, у меня заглох. А, да? Угу. Это реально было очень быстро, согласись. Вот мы тупо полкарты сейчас пролетели. Секунд, понимаешь? Ты видел, я утонул. Ой. Я вижу, ты переворачиваешься. Тупо семь тонн. Просто водой перевернуло. Я заехал в воду, меня перевернуло. Я думаю, на Урале мы бы эту карту прошли, я не знаю, минут за 15. Потому что, смотри, просто напрямик проехали, и все, секунд 30 ехали от лесопилки до гаража. Да. Ну, максимум минуту вот оттуда. Да и то, может, не утонул. О, слышь, я опять перевернулся. Сейчас заведусь и поеду. Едешь? Да. Да, ну. Вытащи меня. А, ты уже не едешь. Опять заглох, меня опять понесло. Сейчас опять перевернет, я думаю. Ладно, мы не будем ждать. Короче, Газ Тигр в данной интерпретации, к сожалению, говнецо почему-то. Хотя тачка сама по себе достаточно мощная, проходимая и очень-очень брутальная. Да. Ну, на этом мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про конкурс, который можно найти на главной странице наших каналов. Подписывайтесь на нас и всем пока. Пока-пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok